Добрый день! Я рад видеть вас на очередной лекции Малого Мехмата. Благодарю Александра Васильевича за возможность встретиться с вами. Надеюсь, что вам будет сегодня интересно. Давайте вместе постараемся, чтобы так оно и получилось, потому что без аудитории результата лекции не будет, без помощи аудитории не будет. Я хочу вначале рассказать один сюжет, который у меня не уместился в прошлую мою лекцию, когда я рассказывал о причаливании. Начну с того, что расскажу одну самую простую задачу о причаливании. Рассмотрим такое движение тела на пути от нуля до единицы. Значит, точка движется по отрезку 0,1. С – это путь, расстояние от точки 0. И известна скорость, с которой движется эта точка. Скорость современная. В каждой точке пути скорость своя. Рассмотрим самый простой случай, когда скорость монотонно убывает. На оси ординат будем отмечать значение скорости. И пусть формула такова. v равняется 1 минус s. Линейная функция убывающая. В начале пути скорость самая большая равна единице. В конце пути, когда s равняется единице, скорость равна нулю. Тело останавливается. Так может двигаться лодка, которая приближается к берегу по инерции. Так может двигаться поезд метро, когда он начинает торможение. И в конце концов останавливается. Так вот, оказывается, что если тело будет двигаться вот по этому закону, его скорость будет уменьшаться так, как здесь написано, то, кто не слышал меня в прошлый раз, я к ним обращаюсь, к вам обращаюсь, скажите, как вы думаете, за какое время тело попадет из точки 0 в точку 1? И сколько времени будет длиться, продолжаться вот это торможение? Мне кажется, что бесконечное время. Правильный ваш ответ. Приближение к точке 1 будет длиться бесконечно долго. Время движения от точки 0 до точки 1, я обозначу вот так вот, равно бесконечности. То есть тело будет приближаться, приближаться к точке 1, все ближе, 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 никогда ее не достигнет. Вот как это можно пояснить. И сейчас мы перейдем как раз к тем числам, гармоническим числам, о которых было объявлено на сайте Малого Мехмата. Итак, гармонические числа. Их бесконечно много. На самом деле, это последовательность гармонических чисел. И вот они таковы. Первое число, H1, слово гармонии, да? Хармония, H, равна 1. Второе число, H2, единица, плюс 1, вторая. Третье гармоническое число, 1, плюс 1, вторая, плюс 1, третья. То есть вот эта сумма называется третьим гармоническим числом. Так вот оно представлено. Закономерность вам ясна. H с индексом N, это есть 1, сумма, плюс 1, вторая, плюс и так далее. Последнее слагаемое 1 делить на N. Понятное дело, что каждое следующее гармоническое число, эта последовательность продолжается в неграничную, H с номером N плюс 1, это есть предыдущее гармоническое число, плюс другом. 1 делить, так, а в знаменателе что надо написать? N плюс 1. N плюс 1. N плюс 1. Так вот, возвращаемся к нашему телу, или к точке, которая движется по отрезку 0,1. Скорость переменная, поэтому мы не можем воспользоваться элементарной формулой из школьной физики 7 класса, в которой, чтобы найти время, надо пульс разделить на скорость. Здесь невозможно. Это только для равномерного прямолинейного движения, например. Значит, эта формула здесь не годится. Ну, может быть, вот уже можно догадаться, что здесь время будет бесконечно большим. Значение процесс будет продолжаться неграничен долго, потому что скорость, что у нас в конце пути равняется 0, значит, вот тут 0 оказывается знаменательным. Но это только интуиция. Я хотел бы вам строго объяснить. Хорошо. Ну, сейчас я уже пока продолжу. Давайте разобьем весь путь от 0 до 1, например, на 4 равные части. Вот середина пути, четверть пути, 3 четверти пути. И вместо этого движения с переменной скоростью рассмотрим движение с кусочно-постоянной скоростью. Вы, наверное, в школе такие функции рассматривали, кусочные функции. Значит, будем считать, что на первой четверти пути скорость равна единице. Скорость равна единице. На второй четверти пути скорость тоже постоянная. Так. Скажите, чему равна скорость на второй четверти пути? Ну, вот судя по моему графику. Третья четверти пути. Правильно. Третья четверти пути. Или трем четвертой равна скорость. Третья четверть пути. Тоже скорость постоянная. Ступенька такая получается у нас. График ступенечной функции. И на третьей четверти пути скорость равна? Одной второй. Одной второй. И, наконец, на последней четверти скорость равна четверти. Так. Посмотрим вот на два графика скорости. На исходный график. И на тот, который мы сейчас тут нарисовали. График ступенчатой функции. Значит, нас интересует время движения на все отрезки. Значит, а так это обозначено. Третья четвертая функция реальна. Третья четвертая функция реальна. Вместо движения с тременной скоростью мы рассматриваем движение с другой скоростью. Скажите, ведь на первом пути, на первой четверти пути, на первом участке мы скорость увеличим. Посмотрите-ка, вот это значение, равное единице, все время больше, чем реальная скорость. Значит, если мы будем двигаться с такой скоростью, то времени потребуется меньше на прохождение этого участка пути. Стало быть, реальное время больше, чем... Так, длина этого участка 1 четверть, я так пишу, применяю, сказать, школьную формулу. Длина пути 1 четверть, скорость равна единице. Значит, мы движемся с большей скоростью, время меньше. На втором участке пути, давайте смотреть. Опять длина второго участка четверть, 1 четвертая. Скорость, там написано, да, 3 четвертая. Скорость, скорость, 3 четверти. Да. Третий участок. Опять его длина 1 четвертая. А скорость? 1 вторая. 1 вторая. Значит, внизу пишу 1 четвертую. Аккуратно, как в 7 классе, делю путь на скорость. Плюс последний участок пути. Опять длина 1 четверть, скорость 1 четвертая. Равняется. Получилась сумма четырех дробей. Некоторые даже двухэтажные. Так, первая слагаемая 1 четверть. Так, вторая слагаемая, что нам дает? 1 треть. Да, это 1 треть. Вторая слагаемая. Да, 1 вторая. Ну, и первая слагаемая единица. Значит, посмотрите-ка, что получилось у нас. Реальное время движения, вот согласно заданному вначале закону линейному, больше, причем строго больше, четвертого гармонического числа. Это как раз в точности H4. Вот пример задачи, в которой появляются гармонические числа. Стало быть, возникает необходимость посмотреть, что это за числа, что это за последовательность, состоящая из этих гармонических чисел. Значит, рассмотрим последовательность гармонических чисел H с индексом N. Первый вопрос, простой. Эта последовательность как себя ведет? Возрастает или убывает? Конечно, с номером N, значит, это возрастающие последовательности. Можно так представлять на числовой прямой эту последовательность ее члена. Значит, первое число единица, потом следующее число H2. H2, оно больше, соответствующая точка расположена в правее, потом H3 и так далее. Возникает вопрос. Вот есть ли граница, верхняя граница для всех этих чисел? Или же эти числа неограниченно возрастают? Да. Оказывается, что эти числа неограниченно возрастают. Записываю так. Последовательность H с номером N стремится к плюс бесконечности, если N стремится к бесконечности. Итак, множество гармонических чисел неограничено сверху. Это вообще интересный факт, важный в математике. Сейчас мы его докажем. Доказательство будет очень простое. Итак, доказательство. Вот я сейчас могу выписывать гармонические числа здесь. какое-то гармоническое число, допустим, возьму вот такое. Это какое число с номером каким? Да, это H с номером 16. Я тут точками обозначил ненаписанные, слагаемые. Понятно, иначе бы время просто тратил. Так, давайте посмотрим на эту конечную сумму дробей. Вот слагаемые 1 треть и 1 четверть. Это 2 дроби. Ясное дело, что эта сумма больше, чем 2 дроби равных 1 четверть. Так ведь? 1 треть-то ведь больше, чем 1 четверть. Вот так. Стало быть, сумма двух этих дробей больше 1 второй. Так. Дальше какие слагаемые идут здесь? От 5-го знаменатели меняются от 5 до 8. Я здесь пятерочку не написал, но вы ее видите, да? 1 пятая, 1 шестая, 1 седьмая, 1 восьмая. Опять получается 4 дроби здесь, в этой подчеркнутой мною сумме. Самая маленькая дробь какая здесь? 1 восьмая. 1 восьмая, значит, эта сумма больше. Я пишу, давайте так и нарешу. Это больше, чем 4 умножить на 1 восьмую. Вместо разных дробей мы берем одну, самую маленькую. А это опять есть 1 вторая. Вот в этой сумме, представляющей это число, набираем слагаемые, которые дают в результате больше 1 второй. Так, следующую сумму смотрим. Дроби от 1 девятой до 1 шестнадцатой. Самая маленькая дробь 1 шестнадцатая. А дробей тут восемь штук. Значит, вместо этой суммы мы пишем, значит, эта сумма меньше. Так, я тут написал, что это сумма больше, чем то, что получается в восемь раз в самую маленькую дробь. А это снова получается 1 вторая. Итак, смотрите, мы в числе h16 набрали вот этих половинок сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре половинки набрали. Ясное дело, что если продолжать выписывать вот эти дроби, то за счет увеличения номера гармонического числа, то есть за счет увеличения вот этого, можно этих половинок набрать сколько угодно много. Значит, примерно так это можно записать. Если мы возьмем h, у которого номер есть степень двойки, вот номер 2 в степени k, то получится такое неравенство. Можно получить такое неравенство. Значит, сначала будет у нас единица, потом 1 вторая, вот это вот. Потом 1 вторую мы получим, там еще 1 первая и так далее, 1 вторая. Ну, теперь давайте подумаем, сможем мы быстро сказать, сколько здесь будет вот этих половинок в зависимости от k. Значит, попробуем написать, проверим. Значит, здесь у нас индекс был 16, значит, 2 в четвертой степени и у нас получилось 1, 2, 3, 4 половинки. А, наверное, вот это k надо распространить еще с учетом их. Вот так. Так, получается 1 плюс k разделить полу. Ну и все видно, что за счет номера k или что то же самое за счет номера n можно набрать сколько угодно большое число. Значит, мы доказали, что гармонические числа не ограничены. Все не ограничены сверху. Стало быть, возвращаемся к нашей задаче. Если здесь мы бы взяли не 4 участка, а, скажем, 8, то у нас, наверное, получилось бы, что реальное время, t реальное, больше, чем h с номером 8. Если бы разбили на n равных участков весь путь, то получилось бы у нас, что время вот этого реальное движение к точке по отрезку от нуля от единиц по этому закону оказалось бы больше, чем h. Я сказал 16, да? 16. Ну и так далее. А если на n, то? Итак, тело, двигаясь вот по такому закону, никогда не остановится. Спасибо.